Мы видим сразу связь. Поставьте, пожалуйста, ваши отметочки от 1 до 10, как вы меня сейчас слышите, видите, насколько четкая картинка, потому что качество вещания, оно определяет комфорт нашего с вами общения. Всем добрый вечер, рад всех видеть новых людей, которые пришли, и те, кто постоянно приходит получать знания на вебинары, тренинги. Я рад, что сегодня такой действительно необычный день будет. Я постараюсь сделать его для вас наиболее ярким, запоминающимся. На самом деле ведь мы не знаем, в какое время мы можем покинуть этот мир, это тело, общение, когда можем потерять близкого человека, когда от нас может кто-то отойти. Поэтому нужно ценить каждый миг, каждую секунду, каждое мгновение всего, что происходит, особенно родных, близких, родителей, тем более любимых людей. Впервые, наверное, за долгие лет именно практики проведения тренингов, как живых на земле, так и онлайн, я затрагиваю такую тему и хочу копнуть очень глубоко. Тема отношений, она не новая. Сейчас на самом деле это даже модно, это своеобразный тренд, много людей ходят на тренинги, как стать женственной, как выйти замуж и так далее. Это значит, что у людей вопрос возникает не спонтанно, он возникает изнутри. То есть многие люди об этом думают постоянно, размышляют, медитируют, можно сказать, на это. И в конце концов, кто-то ходит и никакого толка нет, кто-то посещает один тренинг, любой совершенно, и происходит, о чудо, все, свадьба, дети, все замечательно, все прекрасно. Я сегодня хотел посмотреть на эту тему немножечко под другим углом. Несмотря на то, что многие из вас меня знают как человека, практикующего, скажем, работу с энергиями, биоэнергетику, магию, есть простые элементарные вещи, как закон, законы любви, законы семьи. А семья это основа всего, это основа общества, это основа государственности, это основа вообще, можно сказать, космического мироустройства. Потому что что такое семья? Это, мы знаем, семь я, то есть семь тонких тел, семь моих тонких тел. И, возможно, какие-то знания для вас будут не такими уж и новыми, вы где-то их вычитали, узнали. Какие-то знания, может быть, будут для вас откровенными. В любом случае, имейте в виду, что я всего лишь проводник богов, стремящийся к правде и к свету. И иногда, иногда я очень рад за таких людей, когда вот через меня какие-то искры знаний пролетают, и кто-то благодаря этому действительно очень сильно меняет свою жизнь, свою судьбу. Будем надеяться, что даже после сегодняшней нашей с вами встречи, у многих придет очень такое тонкое понимание процессов отношений, что же на самом деле такое любовь, почему необходимо идти на встречу, жертвовать, почему настоящее развитие происходит именно в отношениях, почему даже духовное развитие, я больше скажу, происходит в отношениях между мужчиной и женщиной. Вот. И коснемся мы не просто темы отношений, а что интересно, мы коснемся темы забытой традиции, то, как жили наши предки. Сейчас, конечно, очень много тренеров, спикеров вещают на этой темы в рамках там ведических концепций, суфийских. И это классно, потому что, в принципе, сейчас, конечно, наше общество не ведическое. Вот мы вошли, как говорят, в кочный век, в калиюгу, но тем не менее, несмотря на это, многие пытаются к ведическим знаниям вернуться. Но как вернуться, как это сделать, скажем, не обладая вот этим глубинным чутьем, подниманием, но опять-таки изначально стремясь к этому. Мы об этом с вами сегодня поговорим. То есть для этого не обязательно там бросать город, уезжать куда-то там в тайгу, я не знаю, в какие-то родовые поселения. Вы можете жить так же в обществе, развивать свой бизнес, ходить на работу, при этом просто придерживаться этих принципов. То есть основа заключается в том, что так же, как среди огромного, что ли, есть вегетарианцы, скажем, которые прекрасно там взаимодействуют со всеми, ходят на работу, там их, может, подтрунивают как-то, прикалываются с ними, да, тем не менее, они остаются вегетарианцами. Или есть спортсмены, у которых там, например, те же коллеги, пьющие там на корпоративах, да, но мы с вами, тем не менее, остаемся верными себе. Вот, так что сегодня такая очень интересная глобальная тема, коснется она каждого. Я расскажу свой опыт, немножечко расскажу о себе, вообще, какое я имею право, имею ли я вообще право говорить про это. Вот, сейчас хочу, во-первых, поздравить всех с наступившими праздниками, с прошедшими скалидой, зимним солнцестоянием, то есть с Алоянским Новым Годом. Вот, с таким общественным Новым Годом, как все привыкли его встречать в ночь 41-го на первое число. Вот, хочу поблагодарить всех, кто находит время заниматься собой, развивать свой дух, тело, свои знания. Вот, хочу поблагодарить Галину Просперитес за то, что она дает возможность выступать спикером, не только мне, другим спикером, передавать знания, нести знания в свет. Вот, и хочу сказать, что я, на самом деле, благодарен тебе, Галина, вот, за то, что ты даешь такую возможность нам реализовываться. Вот, и хочу пожелать, так как это все-таки первый вебинар в 2017, да, или в 7526 году, по летоисчислению создания мира в Звездном Храме, вот, скажем более бы в нашей русско-славянской традиции. Я хочу всем пожелать, друзья, обрести себя. Время суеты закончилось. Закончилось время напряжения, стресс какой-то там, знаете, вот этого внутреннего раздрая, все, время закончилось. Многие из вас сдают и сдали экзамены. Экзамены под названием «Жизнь», и помните, что за каждым наблюдают Боги, называйте, как хотите, «Вселенная Выше Силы», вот, и каждый из нас проверяется на определенные качества. Доброта, честность, открытость, искренность, вот, способность быть настоящим в тех или иных проявлениях, мои хорошие, быть настоящим, это очень важно. Вот, и мы с вами проходим опыт взаимодействия друг с другом, мы знаем, что нету случайных прохожих, нету случайных знакомых. Мы летим в самолете куда-то, мы встречаем человека, он не случайен в нашей жизни. Старайтесь прислушаться, присмотреться, возможно, прохожие, которого вы встречаете каждый день, совершая утреннюю пробежку или прогулку вечернюю, это человек, посланный вам судьбой, это ваш духовный наставник, учитель, это может быть вообще ваш родитель, отец из прошлого воплощения. Вот, и сегодня, я, можно сказать, честно признаюсь, вот за это время новогодних праздников, впервые за полтора года выспался, у меня было несколько дней, вот, я набрал очень много энергии, такой хороший, вот, сегодня старайтесь прислушиваться к своим ощущениям, прислушиваться к своим ощущениям, к эмоциям, слушайте энергии, как они проходят в теле, как ток или как ветерок, потому что тонкая работа уже началась, она началась еще за несколько часов до начала вебинара, в то время, когда вы там случайно об этом узнали из рассылки или же заранее планировали прийти на этот вебинар, вот, ну, большинство, конечно, узнали совершенно случайно. Вот, я предлагаю окунуться вот в эту тему по отношениям, и в конце, друзья, вы уже сможете задавать мне какие-то интересные, там, сопутствующие вопросы, вот, вот, Ольга пишет, да, случайно включил компьютер, радостная встреча. Я тоже, друзья, рад всех приветствовать, в общем, присоединяйтесь, приглашайте друзей и подруг, потому что сегодня будет классно. Ну, помимо знаний, это не философия, это знания, будут практики, всеми вами любимые, но я бы хотел донести простые прописные истины, вот, поэтому я думаю, что это тронет сердце каждого, и мы немножечко пересмотрим, может быть, то, как мы живем, действуем, взаимодействуем с окружающими, любимыми, своей семьей, с супругами, вот, Валентина меня спрашивает, что быть настоящим. По мне, так, быть настоящим, это, значит, жить по правде, быть настоящим, говорить правду, вот, отвечать за сделанный выбор, за свои слова, за поступки, вот, и быть искренним, то есть не одевать никакие маски, не одевать никакие маски, не личины, а даже если человек одевает, то это как некий элемент божественной игры, то со всеми окружающими тоже быть искренним и простым. И мы знаем, что чем проще знание, чем проще личность, тем нам проще через эту личность воспринимать знания. Это так, это на самом деле, друзья, так. Поэтому я, прежде чем говорить о теме отношений, немножко расскажу о себе. Вообще тема, скажем, любой тренер, он не будет вам рассказывать про свою жизнь, он не будет никогда это делать, вот, но, скажем, не вскрывая какие-то там интимные подробности, но тем не менее, как бы я хочу какие-то вещи рассказать, то есть к чему я пришел, до чего я дошел. Потому что это немаловажно и это открывает очень новые горизонты, открывает новое видение. Повторю, что сейчас очень много всяких классных там тренингов, вебинаров, в свое время там Тарсунов ездил по всей России, по всему миру и продолжает ездить, там Олег Годетский, они очень много темы семейственности раскрывают, взаимоотношения и так далее. Повторю, что я же сегодня хотел бы подойти именно с точки зрения нашей древнерусской традиции. С одной стороны, традиции древних славян, которые были действительно высококультурными, образованными, у которых были великолепные крепкие семьи, которые никогда не разрушались. Когда муж никогда не мог предать жену, а жена никогда не предавала мужа. Вот. И сейчас отголоски вот этой древней ведической культуры, они видны в некоторых, скажем, индорийских странах. Ну, на примере возьмем тоже, пусть колонизированную Индию, которая фактически является колонией Англии. Но тем не менее, в Индии самый низкий процент разводов. Почему? Потому что несмотря там на всю грязь и разруху, существует ведический принцип, что когда наступает в жизни какой-то кризис между отношениями, люди идут даже не к психологу, они идут к астрологу и говорят, ага, период рахуйки, это все, надо переждать, друзья, не надо ругаться, все, вот родители и мужа и жены объединяются, говорят, ребята, потерпите, скрипя зубы как хотите, но не разрушайте семью. И проходит негативный период, период какой-то, не важно, там астрологические планеты не так стали или еще какое-то, у них эмоции утихают и отношения восстанавливаются. Итак, сегодняшний тренинг и сегодняшние необыкновенные глубокие знания предназначены абсолютно для всех живых существ, для нас с вами и для тех, кто хочет обрести истинную любовь, отношения, выйти замуж или пожениться, мужчины хотят, и уже для тех, у кого существуют близкие люди, семья и так далее. Вот, повторю, что несмотря там на какие-то способности красноречия, я буду прежде всего работать с энергиями. И те, кто готов, и как октябренок тянет руку, говорит вселенной, да, я готов, пожалуйста, какой следующий шаг, дайте мне подсказку. Я хочу сказать, если вы на самом деле до этого дошли, то для вас это будет огромное продвижение. Огромное продвижение и огромный такой импульс, который вы почувствуете внутри своего сердца. Вы знаете, нам многие говорят, да я духовный, мне ничего не надо, да я могу быть один или одна. Пример тому, что за более 10 лет моей практики, вот именно консультативной, скажем так, через меня боги создали такое пространство, что была спасена не одна семья. Очень много семей было спасено от развода, от раскола, в том числе и там, где были маленькие дети. Несмотря на то, что в основном в моей практике обращаются за магической защитой и либо там консультацией какие-то магического характера, либо магической защиты, тем не менее всегда огромный процент именно в отношениях, по отношениям. И, к сожалению, что мы сейчас можем наблюдать, особенно вот, например, в больших городах, таких как Москва или какие-то другие крупные города, там, международные, очень много красивых, молодых, успешных, таких великолепных, сияющих женщин, но одиноких. Потому что выбрали вектор бизнес-манипура, все, манипурные женщины, как я их называю. Это неплохо, это прекрасно, женщина богиня, а не берегиня, но когда женщина уходит полностью в манипурную энергию, ни один мужчина, вот именно с мужественным характером, он не хочет видеть после себя второго мужика. Ну, опять-таки, какие-то темы избитые, все это прекрасно понимают, мы пойдем немножечко тоньше, мы пойдем к первой причине, когда произошел раскоп, когда нам в обществе подменили понимание мужской и женской природы. Да, я тоже всех приветствую, всех крепко обнимаю, кто меня знает, вот, на самом деле, рад видеть вас и чувствовать. Итак, друзья, значит, мы окунемся в понимание, какие именно тонкие энергетические функции у нас выполняли в древности наши матери, жены, берегини, даже дети. Ну, как я обещал, значит, что я могу сказать? Вот, именно опыт, скажем, такого магического развития у меня фактически, наверное, срождение, потому что срождение, как говорят астрологи, встали звезды, таким образом, что я начал развиваться. Развиваться, и может изначально даже неосознанно, нехотя, когда мне там было лет 10, вот, но постепенно я нашел в этом вкус, нашел в этом огромное удовольствие, и думал, что, ну, буду таким холостяком я по жизни заяду, что все нормально, никто мне не нужен, все хорошо, вот, я полноценная личность, причем самодостаточная, то есть мне, в принципе, никого не нужно, я могу сам с собой быть, вышел в лес, с деревьями пообщался, подышал, и хорошо. Но потом мне стала приходить такая информация на тонком уровне, что настоящее полноценное развитие приходит тогда, когда появляется партнер, или вторая половинка. Почему говорят вторая половинка? Никогда не задумывались? Вот есть первое сердечко, есть второе сердечко, образуется целое, а поддельности половинки. Половинка, это значит, что половина, нету целостности, нету круга, нету именно единения и объединения с божественной, с космической природой. Понимаете, про что я говорю? И вот стала приходить информация напрямую, через тонкие каналы, потом люди, ну очень много экстрасенсов у меня, клиентов, они, кто меня консультируется, говорят, ну вот у тебя там душа стоит, скоро у тебя появится вторая половинка. Ну не может быть, но мне это вообще не интересно, и зачем мне это нужно? Тогда одна очень умная, мудрая женщина, очень сильный экстрасенс, сказала мне такую вещь. Ты думаешь, что ты развиваешься? Да ты даже еще не начал развиваться. Очень легко просветлеть и достигнуть какого-то пробуждения, когда ты находишься в изоляции. Вот как я раньше любил. Приезжал в Уральские горы, в Челябинской области, брал продукты на неделю и сидел там в пещерах, медитировал, ходил в походы, практиковал, делал пранаямы, дыхательные техники, занимался спортом, и мне было ничего не нужно. И да, процесс развития шел очень быстро, открывались какие-то там способности, видение очень сильно открывалось, духи и боги давали неимоверные мощнейшие силы. Ну, сбылось пророчество этой ясновидящей. Однажды, поехав с друзьями в поездку в Скандинавию, в путешествию, я познакомился тогда еще со своей будущей женой. Вот. Ну, на данный момент я человек семейный, и вот я никогда не думал, что я буду находить в этом такую радость. Соответственно, конечно, очень много испытаний каких-то пошел, прежде всего с тем, что мы привыкаем к определенному внутреннему порядку. Вот мы привыкли, что кружка стоит так, да, что мебель стоит так. Но когда, не важно, там нам 25 лет или 45, когда появляется вторая половинка в нашей жизни, наша зона комфорта очень сильно ломается. И можете ли вы так же, как до появления вашей любви, вставать в 7 утра, делать с утра омовение, гимнастику, йогу, читать мантры, там, скажем, не разбудив, не взбудоражив, и в то же время, когда вы попадаете в букетный конфетный период, не изменяя самому себе, изменяя своим старым правильным привычкам, занятия спортом, здорового питания и так далее. Это тоже с одного, так можно сказать, момента есть развития, есть испытания, экзамен. Ну, я могу вам так сказать, и по священным ведическим писаниям, и по древнеславянским, всем конам, да, и канонам, и по собственному опыту. Когда появляется вторая половинка, то и духовное развитие, и материальное, и финансовое, и денежное, и моральное происходит в тысячах раз больше. Что происходит? Согласно древневедическим знаниям, согласно древнеславянским знаниям. А, в принципе, это одно и то же суть. Когда мужчина и женщина идут по улице, женщина всегда идет с левой стороны, мужчина всегда идет с правой стороны, потому что мужчина, это правая часть, даже по древу рода, по всем каналам, это правая сторона тела, а мужчина левая. Таким образом, женщина создает мощный энергетический круг и мощную энергетическую защиту для мужчины, для своего избранника, супруга, мужа, даже сына. А, соответственно, если мужчина идет с правой, он создает защиту с правой стороны, а женщина создает с левой стороны. И просто даже зная вот такой порядок, получается, что мужчина и женщина друг друга энергетически и магически прикрывают и закрывают. Основная суть древних знаний, которые, к сожалению, не болтели, но сейчас создается, заключается в том, что осталось в русской традиции, в северной традиции, в частности, в ведической, что женщина является берегиней. То есть есть такое понимание берегиней. Многие про это знают, многие про это читали, изучали какие-то книги. То есть неважно, это ваша мама, ваша супруга, жена или ваша дочь, которая даже только что родилась. Это берегиня, то есть берегиня для мужа. Потому что мужчины, они были войнами, они были ратниками, они сражались с тьмой, с врагами. Тот, кто пытался все время захватить нашу великую страну там или нападал. И согласно исследованиям ученых военных даже во время Второй мировой войны, те войны, у которых супруги находились в молитве, которые молились и посылали любовь своим супругам, их мужья проходили все военные кампании, невредимыми. Даже были такие случаи, вот прям исторически зафиксированы, что целый отряд уничтожали, расстреливали, один человек выживал. Потом ученые изучали, почему такой феномен был. Потому что жены, они молились непрестанно, они посылали любовь, они являлись берегинями. Да, добрый вечер всем, кто только что подошел. Да, Наташа, совершенно верно. Женщина идет с левой стороны от мужчины, а мужчина, соответственно, справа. Вот. И таким образом идет очень сильная мощная взаимная защита. Во-первых, смотрите, идет защита. Энергетическая, магическая, обмен энергии очень сильно идет. Вот. Потом идет понимание. Мужчина говорит тихим, спокойным голосом и очень просто доносит мысль до своей непосредственно супруги. И также супруга, она своей стороны находится. Тогда женщина хочет носить юг, чтобы энергия с земли шла, нашей матушке земли. Вот. Как бы. И она начинает развивать и приобретать и умножать свои женские качества. И нету подмены понятий, что мужчина, как домохозяйка, дома все моет, стирает, убирает, а женщина на пяти работах тянет лямку, еще занимается бизнесом. Но мы, к сожалению, если вы сейчас посмотрите, так и увидим, что все женщины в основном содержат семьи или матери-одиночки, или, как правило, такие женщины гораздо сильнее своих мужчин. И я часто слышу фразы. И вот неважно, там, вот я в Германии консультировал много, в том году, там, в других городах, там, в Москве, все говорят, мне надоело, мужики слабые. Мой муж слабый, я хочу сильнее себя. Я хочу, чтобы хотя бы был равный мне. Я говорю, извини, но ты перевестись, перестань себя вести, как мужик. Может быть, тебе захочется стать такой маленькой, нежной, хрупкой девочкой. И сколько вот приходилось работать именно с сильными такими женщинами, волевыми, знаете, такими в бизнесе, в большом бизнесе. Когда мы с ними работали, они входили вот в такое состояние, вот действительно, как такие, вы знаете, маленькие девочки. У них даже взгляд менялся, у них жест, мимика менялась. Я говорю, вот попробуй сейчас выйди на улицу. И тут, как правило, следовали звонки, говорили, Олег, ты не представляешь, ко мне подходят мужчины, хотят познакомиться. Да, говорит, потому что это разница потенциалов. Это как вот закон, скажем, физики. Ты была такой мощной, крутой, да, много лет. И потом резко стала, как такая вот лапочка. Конечно, любой мужчина, он это почувствует. Он захочет подойти и тебя как-то, там, угостить чем-то, познакомиться. Вот, как-то вот заглянуть, он увидит в тебе глубину вот эту мощную. Поэтому, друзья, никогда не поздно меняться, трансформироваться, вот, и, в принципе, менять свою жизнь. Многие говорят, да вот, да мне уже там 45, а мне 50, а мне 55, да я уже там жизнь заканчиваю, да я лучше одна проживу, бабки есть, буду путешествовать в Испанию, в Италию, во Францию, да мне все пофиг. Но, на самом деле, давайте признаемся себе. Давайте, на самом деле, себе признаемся. Все живые существа, абсолютно все, хотят любви. Вот, что бы вы мне ни говорили, вы не сможете доказать обратное. Потому что, когда возникает образ какого-то мужчины, что говорят такие девочки, как правило, какой мальчик, вот мне бы такого, да, тогда следует следующее разворачивание событий. А что ты можешь дать ему? Что ты можешь ему дать? На что ты способна, на что вот ты готова пойти, изменив себе, например, даже вот это вот, да, чтобы мужчина остался с тобой не на одну ночь, а на всю оставшуюся жизнь. С Южного Уралу привет. Я сейчас, правда, в Москве нахожусь. Вот прилетел вчера из Уфы. В Миасе я был несколько раз. Красивейшее место, если у кого-то будет возможность, приезжайте, там есть великолепное озеро Тургаяк, очень, кстати, мистическое. Единственное в мире дольмены на маленьком острове, там есть остров Вера, уральские дольмены, там же метеорит не так далеко упал, Челябинский. Вот видите, какие интересные люди приходят. Так что вот, да, вот Оленька говорит, что есть мужчины, которым нравятся боевые женщины с перцем. Ты знаешь, Оленька, я с тобой в принципе-то согласен, согласен, но тем не менее, как показывает реально факты и практика, 90% таких вот сильных боевых женщин, они одиноки. Они, во-первых, одиноки, во-вторых, мужчины с ними долго не задерживаются, но есть действительно исключения, поэтому мы не можем утверждать, что все в одну кучу валит. Есть такие исключения, когда мужчинам нравятся такие женщины, и они даже с ними могут жить даже какое-то время, даже иногда в редких случаях целую жизнь. Это действительно свободный выбор каждого человека. 100% такое есть, но это очень маленький процент. Опять-таки, если, понимаете, вот вы не можете обмануть природу, вы не можете обмануть богов и творца. Все-таки, все-таки, что бы вы ни говорили, если женщина берет на себя какие-то мужские обязанности, функции, мужские поступки, она рано или поздно передавливает сванг. У мужчины заканчиваются нервы. И, как правило, поверьте мне, за более 10 лет, 12 лет консультативных практик, действительно было спасено множество семей, очень много. Мужчины стараются уйти. Я даже больше скажу. Вот у меня очень много консультировались шаманские рода, из Алтая, из Бурятии, очень сильные шаманки, очень сильные были целительницы, маги, женщины. И знаете, что происходит, когда такая сильная женщина? У мужчины есть три варианта развития событий. Как правило, три. Первое. Мужики спиваются. Это чаще всего. Если мужчина не занимается ни спортом, у него не реализуется бизнес, они все спиваются. И это семья мужчин-алкоголика. Второе. Например, мужчина сильный, он в бизнесе, он в спорте реализуется. У него перекрывается бизнес, и он в конце концов тоже начинает спиваться. Второй вариант развития событий. Как показывает практика, я это не придумываю, я не читаю такие книги. Я консультирую и уже сам могу написать десятки книг по своей практике. Третий. Такие мужчины уходят налево. Как показывает практика, они ищут нежных, хрупких, женственных девочек. Понимаете? Так показывает практика. И за последние пять лет я лично знаю десятки очень сильных женщин, которые являются моими клиентками, которые консультируются, у которых серьезный бизнес мирового уровня, у которых, скажем, охвачено очень многое по всему миру, там, завода, производства. Они говорят, ты знаешь, ты был прав. Вот сейчас там мне сорок пять или сколько там, да? Я поняла, что я просто хочу, чтобы меня любили. Я хочу вот вечером камин, плед, чтобы собака, чтобы дети. Я хочу. Это такой кайф. Я устала быть сильный. Да, мне нравится, но можно же, когда семья, все это по-другому. Эти девочки ходили на тренинги, ходили еще куда-то, прорабатывались, они стали женственными, у них получилось. Теперь это другие люди. Они совершенно счастливы. То есть они не тратят энергию на доказывание всему миру. А еще могу сказать, у меня есть одна клиентка, вот, у нее очень сильная женщина, очень. У нее бизнес такой, туристические серьезные отели в Европе. Она говорит, ты знаешь, я поняла, что чем я заплатила там свои сорок три года, сорок три года, последние 15 лет жесткого бизнеса. Я заплатила всем своим здоровьем. А прежде всего, если мы обратимся опять к ведам, к аюрведе и даже к психосоматике и к современной науке, прежде всего страдает женское здоровье. Именно здоровье по-женски. Все женщины, которые в политике, в бизнесе, у них возникают миомы, молочницы, я вообще молчу, это просто вот как приложение бесплатное, да, вот, у многих отсутствует возможность забеременеть. Причем, никакой магии, никакое целительство, никакого бреда, чисто научные данные. Женщина начинает работать с нежностью, с женственностью. Вот я говорю, начни заниматься танцами, проецируй женские мягкие нервы. Она беременеет, через два месяца она беременеет спокойно, у нее овуляция нормально проходит, все, прекрасно, все великолепно. Только потому, что она меняет вектор направления, становится более женственной, более нежной. Понимаете? Поэтому, друзья, я хочу сказать, что, ну, не существует понимания, что мужчина слабее или сильнее. Есть такое более тонкое понимание все-таки, что мужчина должен быть мужчина, а женщина женщина. Поймите, вот вы сейчас пишут там, какой женщине понравится мужчина слабее ее. Вы опять начинаете показывать свою крутизну, какие вы крутые, как вы все знаете. Понимаете? Ну, почему тогда, если такие крутые все знаете, многие одинокие? Я не понимаю, почему? Почему нет счастья, нет любви, нет радости, сердце должно полетать все время. Вот какие бы мы ни были крутыми, мы все равно в глубине души все хотим любви, хотим понимания, хотим поддержки. Есть один очень мощный плюс в семейной жизни, в любви, в отношениях. Я вам скажу честно, это опять не, даже не веда и не книжная информация. Любое развитие идет гораздо быстрее, в сто раз. И духовное, повторяю, и материальное, денежное, и творческое. И путешествовать вдвоем всегда интереснее, чем одному. Есть, безусловно, заядлые там такие холостяки, которые любят, которые в 50 лет они там, как 15-летние дети. Но все это все равно наедает. Наедает, перекрывается потенциалом, возможностями. Вот. И все-таки тема любви, она важная, она очень серьезная, она открывает, понимаете, наши сердца. И в то время, когда наши сердца открываются, вот, наша жизнь, она начинает вот очень сильно меняться, друзья. То есть меняться в какую сторону? У нас очень все легко и просто получается. Мы понимаем, что нам не нужно в жизни толкаться локтями, кому-то что-то доказывать. И это есть уровень мастерства. Знаете, чем отличается мастер спорта по самбо от любителя по хоккею? Любой мастер спорта, он делает минимальное количество движений и достигает свою цель. То же самое где угодно, в автомобиле, строении, в бизнесе, в отношениях, там, хоть где. Когда каждый выполняет свое предназначение, заложенное природой, богами, космосом, вселенной, все получается легко, просто, без какого-либо напряжения. Вы просто это поймите, вы просто это осознаете. И я хочу сказать, что все проблемы современного общества возникли только по одной простой причине. Потому что мы идем против своей природы, мы идем против Бога, против вселенной, против космоса, когда женщины начинают вырабатывать в себе мужские гормоны, мужские функции, когда начинают носить штаны вместо юбок и наоборот. Избитой темы я даже не хочу про нее говорить. Посмотрите, я не говорю про всех, но общую тенденцию, Европа, Запад особенно. Я много сейчас в Европу путешествую, вижу это. Мужчины стали женоподобными, а то, что пьют пиво, у них вырабатываются эти женские гормоны, становятся такие животики и фигура становится женской. Они становятся как тряпки, ни на что не способные. Но именно в России и в братских наших странах развивается эта древняя культура, которая была у славян, у ариев, у ведических стран и государств. Такие, как раньше там были Индия, Пакистан, Афганистан, Таджикистан, это все были ведические страны. Точнее царство, потому что цари управляли. И женщины вынуждены брать на себя вот эту функцию. Кстати, в Швеции был такой случай полтора года назад. Я очень вообще люблю Скандинавию путешествовать, Швецию, Данью, Норвегию. Кто-то, кто живет в Швеции, если здесь есть, можете поставить плюсик и подтвердить. Женщины доминируют, они карьерно очень сильно продвигаются. В общем, женщина, очень серьезный управленец, пришла домой и как-то обнаружила, что ее муж не погладил одежду, не приготовил борщ, там какую-то, я не знаю, еду. В общем, она разозлилась, взяла какой-то тяжелый предмет, подобие утюга, вот, и нанесла несколько серьезных увечий. В результате чего этот ее муж получил серьезное сотрясение мозга и прочие травмы. После этого эта женщина подала на него в суд за то, что он побудил ее к насилию, за то, что она расстроилась, у нее нервное расстройство. И знаете что? Ему присудили очень серьезный штраф. Вот. Несколько тысяч евро. И кроме всего прочего, вот она сейчас тут выиграла. Понимаете, к чему вот это все мракобесие ведет? Вот. Вот Таня пишет. Прошло 8 лет, а новых отношений все нет. Вот для того, чтобы трансформировать старый страх, негатив, боязнь и ошибок, для этого существуют такие вебинары и тренинги, дабы заменить их, вот этот негатив, на пространство любви. И здесь ничего сложного нет. Но знаете, что самое страшное, вот как Таня пишет в таких сообщениях? В том, что вы не то, что не хотите будущих отношений или боитесь, а в том, что вы изначально исключили их возможность, то, что вы вычеркнули их из своей жизни навсегда, из своей судьбы. Вот это страшно. Потому что можно, на самом деле, обрести любовь, быть счастливым, вот, и напитываться вот этими эмоциями положительными. Вот. Понимаете, про что идет речь? То есть мы должны для начала хотя бы создать, разрешить себе позволить создать вот такую возможность. Ну, сегодня я расскажу вам такие интересные моменты, почему нам отрезают путь к любви, вот, почему не все готовы, почему не все готовы к любви. Вот. Расскажу, какое сейчас особенное время, почему именно сейчас нужно вот с энергией любви работать и просто ее принимать, потому что, в принципе, любовь, она всегда была и в средневеку, и в древности, и тем более, в ведические времена. Поговорим о том, что я знаю, что здесь много творческих людей. Почему творческие люди очень часто одинокие? У меня очень много друзей художники, в основном художники там, конечно, талантливые есть. Все они или длительное время были одиноки или до сих пор. Вот. Пошли классные классные вот эти комментарии. Я обожаю. Если мужчина говорит о любви, но подарков не дарит. Надя, ну мы об этом тоже, обо всем поговорим. Позвольте мне развернуть для вас вот это кладезь знаний все-таки. Потому что тема обширная, очень много всего, чего хочется рассказать. Так вот, действительно, мы будем говорить, почему любовь, ее нужно заслужить. Почему подарки нужно заслужить. Ну, я тебе так могу сказать, а вот попробуй себя вести таким образом, именно по-женски, женственно, чтобы твой мужчина хотел дарить тебе подарок. Мы же знаем такой эффект. Мужчина приходит в семью, его жена пилит, 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 пилит. Он думает, о боже, куда пойти, уже пить бросил, пить не хочу. Так, мужики все заняты, делать нечего. Ладно, пойду погуляюсь в парк. Идет в парк. А там молодая, красивая девочка, которая младше на 15 лет его жены. И он думает, вот прикольно, вот с ней бы я был счастлив, она бы мне мозги не пьет. Подходит, думает, а я пойду просто пофлиртую с ней. Говорит, здравствуйте, привет. Знакомится, приглашает ее в кафе, угощает. И присядывает, вот она классная. Да, я, конечно, верно изменять не буду. Ну, помечтать можно. Какой-то хочу подарок сделать. И говорит, ну, деньги есть. И говорит, пойдем, я тебе сейчас какой-то подарок сделать. Выберешь любое кольцо, я тебе куплю. Это ошибка, друзья. То есть человек думает, что если он поменяет одни отношения на другие, не проработав предыдущий, то у него все будет классно. Но это же неправда. На самом деле пройдет какое-то время, она также будет его пилить. 100% она будет его также пилить. А также придется все выяснять, прояснять, прорабатывать себе какие-то косичные негативные качества. И в конце концов, он придет к тому, с чего начинал. То есть, меняя партнеров как перчатки, мы не решаем проблемы. Это особенно касается молодых людей, кому до 23-25 лет. вообще я могу сказать, заметил такой эффект. Заметил такой эффект. Вот когда ко мне приходит на консультацию, я уже знаю, о чем она будет говорить. Я знаю, кем она будет задавать вопросы и какие есть проблемы. Какие есть проблемы, какие есть задачи. Сейчас, девочки, все по порядку. Я понимаю, что у вас накипело. У меня тоже много для вас информации. Поверьте. Нужно логически, кармически, морально, чисто по-человечески завершить все предыдущие отношения. Потом существует такой эффект. Вот девочка рассталась с партнером. Вот. Пусть священный огонь вас осветит. Агнидев, Семарков, наш древний бог. Вот огонь ставлю, чтобы все очищались. Специально для вас. И что происходит? Один человек отрывается от другого и спрыгает сразу в постель к другому, к другим отношениям. И что происходит? Вот, честно, 10 лет консультирую одно и то же. Я уже прям знаю, как мантру выучил. Она говорит, не поверишь, такой же характер, такие же вредные привычки, так же меня провоцирует, все то же самое. Я говорю, а я знал, что ты это скажешь. Она говорит, а почему? А я тебе сейчас объясню, почему. Во-первых, ты резко оборвала отношения, ты не сделала вывод, ты не поблагодарила человека за опыт. В конце концов, какие бы ни были негативные отношения, надо поблагодарить. И ты не поблагодарила Вселенную и Высших Сил за то, что ты прошла этот опыт. На-те, получайте по второму кругу. Потом. Есть такая очень древняя мощная наука телегония. Телегония. Например, когда мы прекращаем прошлые отношения, полгода минимум, 6 месяцев, не нужно вступать в сексуальные отношения. Потому что в вашем энергетическом поле сохраняется кокон, энергоинформационный образ предыдущего партнера. И даже если вы познакомились с суперклассным там, человеком, мужчиной, женщиной, такой лапочка, такой супер, все, и начали с ним сразу отношения, не закончив экологически предыдущий, этот ментальный, энергетический образ, входит в тонкое пространство этого самого человека, и он начинает сам того не осознавая прессовать в вас. Вот это вещь, которую многие в глубине души понимают. Но я сейчас вам разложил все по полочкам и объясню чисто по законам энергетики. Понимаете? Ну да, Лена говорит, с одной стороны, необходимо делать выводы, то есть после неудачных отношений с другой стороны, надо пойти просто в осознание, что все есть уроки, и каждый получает свой урок. Вот если мы получаем какой-то определенный урок и благодарны судьбе, жизни, богам и этому человеку в конце концов, то эта ситуация, этот негатив и подобные негативные отношения больше не повторятся. Это и есть любовь в отношениях, это и есть принятие, то самое принятие, о котором говорят все религии, все знания, все ведические, древние, сакральные, священные писания. Адвайта, веданта, что хотите? Принятие. То есть вы не говорите, слушай, представьте такая ситуация, мужчина, такой обеспеченный, красавчик, он хочет тоже любви, жены, ну чтобы налево не бегать уже, все было стабильно, говорит, слушай, ты будешь мне женой, но только не так, как эта коза предыдущая, а то я тебя придушу, понимаешь, Пабло придушу тебя, там меня довела скотина. Вот такому человеку всегда будут попадаться такие женщины, которые будут видеть из него веревки. И в конце концов он закончит инсультом или инфарктом. Вот, а если он другая ситуация скажет. Свет моих очей, ты настолько прекрасна, что после моей прошлой жены я готов носить тебя на руках. Она скажет, а что? У тебя была ужасная жена. Нет, нет, у нее просто был скверный характер. Вот, ну, ты самая прекрасная. Чувствуете разницу? Поняли, да? Немножко такую форму. Ну вот, Алла говорит, второй мужчина своими привычками напоминает первого, 100%. Хоть 5 мужчин будет, будет все то же самое. Вот. А сегодня у нас с вами, друзья, будут еще, кроме всего прочего, великолепные практики, хорошие. Повторю, есть у вас семья, нету, эти практики, они откроют вам некое понимание под другим углом, под другим соусом, что называется. Будем делать сердце. Практика открытия сердца очень такая великолепная, она мне пришла в время медитации в Москве. Вот, когда я в Москве проводил тренинг, мне прямо вот как-то свыше она меня нашла. Вот. Поговорим. Сегодня также такой вопрос затронем, как вот вторая половина. На самом деле у всех есть. Вот многие говорят, там, бледнецовые пламена, слышали термин, да? Вторая половинка всегда нас ждет. Всегда. Именно поэтому один человек к нам подходит, а другой человек, к сожалению, не подходит. Ну, конечно, если он не будет сравнивать с предыдущей женой, будет лучше. Я просто в такой юмористической форме утрирую, чтобы вам было понятно уровень пресса благодарности каждому человеку в жизни, а тем более партнеру, с которым мы были в интимных отношениях. Каждый был для вас учителем. Каждый был как раскрытой книгой, который чему-то обучал. Я хочу вообще сказать одну вещь, что мужчины, мужчины, они, друзья, развиваются в основном только за счет женщин. Я повторю, что если бы не было вас, женщин, богини и берегини, то мужчины сидели бы сейчас в пещере с дубинами и бегали сейчас если не за мамонтами, там, я не знаю, за кем-то другим, еще за чем-то, понимаете? Но с другой стороны, и женщины тоже очень сильно развиваются через мужское поле. Это нельзя отрицать. Вот. Да, вот все-таки почему творческие люди бывают одиноки? Я могу это, в принципе, объяснить, потому что я, наверное, тоже все-таки творческий человек во всех смыслах. Я занимался музыкой длительное время, как бы там, ну то есть у меня даже склад ума творческий. Я раньше, когда после студенчества, институтства пытался, я консультировал людей, и там еще пытался куда-то устроиться на работу, потому что был довольно-таки юный возраст, и было так принято у нас в семье, что надо куда-то устроиться на работу, что была трудовая книжка. Я приходил, мне говорили, вы знаете, вы слишком творческий, нам такой человек не подходит. Извините, я ничего не могу с этим поделать. Я действительно очень творческий. Так вот, творческие люди, они чаще всего одинокие внутри. Они уходят в свой внутренний мир, им требуется огромное количество времени, чтобы восстановиться, чтобы прийти в себя, чтобы побыть наедине собой, и понять внутреннее настроение. И не все партнеры, и не все люди, которые придут в жизнь такого человека, они не все согласятся, скажем, принимать такую ситуацию, когда человек, например, раз в неделю уходит куда-то, или уезжает куда-то там на две недели, или, допустим, уезжает куда-то отдыхать в горы, остается один. Такие люди не любят, когда их тормошат, когда их раздергивают, они не любят, когда им стресс устраивает. Но чаще всего мужчины сами все тормоза. Даже вот я не говорю сейчас в негативном контексте. Они такие, знаете, все расторопные, логические, они все осмысливают в то раз, а женщина на эмоциях, ну давай, давай, быстрее, сейчас все попрет. И вот благодаря таким отношениям, что мужчина, он как маятник, он устойчивый, он медленно раскачивает, а женщина подает энергию, у мужчин развивается бизнес, они чего-то достигают в жизни, они вообще становятся на ступеньку выше. И все заслуги, которые имеют мужчины в бизнесе, в развитии, в творчестве, это 100%, но может 99%, я согласен, еще есть талант, это заслуга женщин, которые рядом. Есть такая поговорка, если вы видите успешного мужчину, неважно, в политике, в бизнесе, в экономике, в творчестве, посмотрите, какая с ним рядом женщина, и вы все поймете, кто его подпитывает. И очень важный момент, это очень сильно ценить, это воспринимать. И на самом деле, даже среди слушателей и людей, которые приходят на тренинги, на вебинары, очень много творческих людей. Я знаю, художники, музыканты, поэты, у меня в Германии очень много тоже творческих людей, клиентов моих. Вот. Эти люди, они особенно, они имеют внутренний мир. Очень богатый мир, красивый мир, такой, знаете, воздушный. И они не хотят, чтобы их не разрушали. Вот. Но когда вы притягиваете в свое сердце, в свою любовь, в свою жизнь, в свою судьбу, вторую половинку, повторяю, не важно, сколько вам лет, 45-49, да вообще абсолютно без разницы. Ваш мир, ваши краски становятся ярче. Вот мир начинает преображаться. И важно понять, что вы не можете укрыть свой внутренний мир в своих ладонях. Когда обретаете истинную любовь, вы открываете ладони и открываете вселенной, потому что вселенная не может вам навредить. Если, например, брать классическую психологию, почему люди замкнутые сами по себе, особенно и творческие люди, одинокие, потому что они боятся, что их ранят, что кто-то плюнет им в душу, что кто-то проникнет в их внутренний мир. На самом деле это не так. Это происходит только по одной причине, потому что сердце закрыто, потому что анахата закрыта. Понимаете? И чем больше закрыто наше с вами сердце, тем больше в нас летят стрелы всякие. Мы будем делать с ними практику открытия сердца. Для чего, мои друзья? Потому что когда мы открываем сердце, сама вселенная, сами боги, высшие силы начинают нам помогать, нас начинают вести. И это правда, это настоящая правда. Мы знаем такую поговорку? Когда в семье рождается ребенок, боги начинают помогать. И там для многих материальный аспекты очень важны. Это очень сильно чувствуется. И вот все эти, есть такое плохое слово брак. Все браки, которые идут по расчету, там ради денег, они все рассыпают рано или поздно. Или вот сейчас там модная тема за европейца, за американца выйти замуж. Это не касается всех, есть по любви, но очень много по расчету. И что происходит? Когда девочка выходит по расчету, у нее сердце закрывается, и она начинает болеть, она начинает страдать. В итоге страдают два человека. А если рождается ребенок, то больше. Но наша задача прийти к отношениям и в отношениях через открытие сердца. И когда сердце открыто, а любовь это самое сильное оружие на земле, то мы начинаем вибрировать на каждой клеточке, биополе, аура начинает вибрировать на вибрациях любви. Я вам сейчас это докажу научно, если хотите. Хоть я не ученый, но я вам докажу. И ничто не может нам навредить, ничто не может нас ранить, ничто не может причинить нам вред. А теперь доказательства. Посмотрите, пожалуйста, вспомните свою первую любовь настоящую. Или ту любовь, которая была такой сильной. Например, там вот с вами сейчас есть муж или любимый человек. Вспомните, когда были влюблены. Мы летали, мы ничего не замечали. Вся эта ворчливость нашей части скверного характера, они куда-то исчезли. Они просто куда-то пропали. Причем пропали удивительным образом, чудесно. Мы были как окрыленные. Я помню себя, как вчера, когда я увидел жену свою. Я понял все. Я попал. Все мои планы. Быть холостяком, путешествовать, жить, вести такой эгоистический образ жизни. Они полетели в Тар-Тарары. Но я был счастлив. Я до сих пор счастлив. Я считаю, что это самая лучшая встреча в моей жизни. И лучше со мной ничего не происходило никогда. И это продолжается. Я хочу, чтобы это продолжалось до конца. До конца жизни. Хотя бы в этом воплощении. И вот каждый из вас это испытывал 100%. Нет, дело не в розовых очках. Сейчас уже прошло более трех лет. А очки, букетно-розовый период, он пропадает через полгода. Он пропадает через полгода. Сразу. Если вы искренне и вы открываете свое сердце, друзья, то это ощущение, оно не пропадает. Оно может притупляется из бытовухи. Мы об этом поговорим. Оно может пропадает частично из-за каких-то других вещей. А сейчас поговорим из-за чего оно? Притупляется, пропадает. Оно пропадает из-за нашего ложного эго. Из-за наших понтов, из-за эгоизма. Все очень просто. Ничего сложного. На самом деле, почему любовь, отношения – это гигантский труд? Это когда мы идем на уступок друг к другу. Друзья, на самом деле, помимо каких-то вообще основных моментов, каких-то основных моментов, очень сильное духовное развитие, очень сильное духовное развитие, оно идет, будем так говорить, непосредственно именно в отношениях, потому что разрушается ложное эго. Да, Лена говорит абсолютно правильно. Не нужно привязываться к друг другу, потому что, например, моя жена, она очень сильная духом, и я сильнее ее никого не знаю. До сих пор не встретил сильнее ее человека. При этом со мной она абсолютно женственная. вот. Это настоящая валькирия. Но по поводу предназначения, например, я видел там сны в детстве, у меня были видения, я знал, что она придет, я просто не знал конкретно, в какой срок она придет, когда. Вот. И у каждого из вас точно так же есть своя половинка. Поймите это, поймите это. И можете говорить, да мне никто не нужен, да вот я поживу. Сколько я слышал такие разговоры. Да. Когда все вот эти понты заканчиваются, все равно, потом эти женщины говорят, блин, без него скучно. Он все равно хороший, елки-палки. Ну да, вот такой вот у меня вздорный характер, но все равно я его люблю. Но согласитесь, сколько раз вы в себе это замечали. И вот именно поэтому, именно поэтому я приготовил специально для вас, очень мощный, сильный тренинг, четырехдневный, четыре дня мощных, как притянуть в свою жизнь настоящую любовь и улучшить отношения, и улучшить отношения в своей жизни, в своей судьбе. Этот тренинг, это будет просто переворотный, феноменальный. Вот. И он на самом деле позволит взглянуть по-новому. На свою жизнь, на себя, на свой характер, на эго. Вот. Вот. Марина пишет, я третий раз вышел замуж за одного и того же мужчину. Не уверена, что мы половинки. А то, что вы отрабатываете, это может быть частный случай, безусловно. Я вам сейчас скажу еще один древний ведический закон, который описан в Венах и Пуранах. И тогда у вас окончательно прояснится все, мои хорошие. Вот. Ирина, видно, ведическая женщина, очень мудрая, написала мой муж, это мой учитель. Я до сих пор прорабатываю отношения. Чувствуется ведическое понимание, глубина, воспитание, мудрость и красота. Вот это настоящая любовь. Человек четко осознает свой путь. Поймите, когда мы отрабатываем даже какие-то негативные отношения, мы притягиваем настоящую космическую любовь. Вы знаете, я не собираюсь вас убеждать, что любовь существует или что каждый может это испытать. Я хочу до вас донести одну единственную вещь. Пожалуйста, вы просто себе разрешите, вы просто себе позвольте быть любимыми и просто купаться в любви. Потому что большинство одиноких людей заводит себе сейчас маленьких собачек. Вот в Москве это видно. Маленькие собачки. Знаете, почему маленькие? Потому что тявкает не очень громко. Жрет мало, кормить удобно. И типа вот под боком что-то теплое. Когда одинокими зимними холодными вечерами что-то взгрустнулось или как-то грустно. Она это скажет. Иди сюда, тявка. Тявка ляжет, она ее обнимет. Ой, как хорошо. Не надо ничего прорабатывать. Насыпала ей покушать и все. Зато вообще классно. Обалденно все. Ничего работать не надо над собой. Бегает, тявкает кошка-собака и все. Благодарю, друзья, за пожелание. Слово брак забудьте. Брак это значит испорченная вещь. В древнеславянской традиции и на Руси в ведических традициях есть понимание союз. Союз это древнее слово. Также, например, возьмем слово свадьба. Давайте его разберем. Что есть свадьба? Я вам сейчас... Вы включайте диктофон и обязательно скачивайте эту запись. Потому что здесь проскальзывает огромное количество ведической информации, которую вы не найдете нигде, потому что веды почти все уничтожены. Вот. Понимаете? Вот, например, создание союза. Свадьба. Сва. Это свастика. То есть, что значит свастика или сва? Это благо. Или добро. Дословно это добро. Или хорошо можно так перевести. Благость. Свадьба. Это дьба. То есть, две души, объединяются в одну. И получается семья. Семь тонких тел открывается. Семья. Понимаете? И женщина после рождения ребенка становится ведьмой. То есть, ведущей матерью. Ведьма – это не ругательное слово. Это значит ведущая мать. У многих после рождения открывается ясновидение, ясновидение, ясновызмание, яснослышение, ясночувствие, целительство и так далее. Но дело даже не в этом. Тут вся соль заключается в том, что когда мы входим в состояние любви, образуем союз, семью, у нас открывается семь тонких тел, как хвост уже арт-птицы с крыльями. Мы выполняем древнюю функцию продолжения рода. Выполнение предназначения. Многие там говорят, вот это тоже, а я обожаю вообще это просто. Да у меня миссия быть космонавтом, а я художник, а я политик от Бога, а я это. Это все второстепенно. Самое основное – это продолжение рода. И без продолжения рода закончится все человечество. Я вас уверяю, все закончится очень быстро. Если мы будем думать про айфоны, про джипы, про крутую дорогую одежду, это все фуфо, это все дешевка. Настоящая семья и любовь – это дешевая вещь. И не для каждого человека. Вот. Потому что идет очень сильная проработка, понимаете, нужно уступать, нужно договариваться, нужно искать компромисс. И ни один слабый человек не может себе это позволить. Не может просто себе это позволить. А вот сильный человек, он на самом деле… Татьяна, ну тоже классная. А ведь собачка – это душа. Кто знает, зачем она с тобой? Классная вот, мне нравится эта фраза, хорошая. Действительно, согласны ведическим знаниям. Животные должны… Дальше у вас, допустим, частный дом или там у вас замок. Животные должны жить на улице. С точки зрения медицины и гигиены, а когда животные, если вы не верите, можете это проверить, кошки и собаки живут в доме, особенно маленькие дети, обнимая их, потом облизывают руки и так далее. Паразиты, огромное количество паразитов попадает в тело. Сделайте анализы на паразитов, пройдите биорезонанс, я не знаю, в конце концов. И вы увидите, какое количество паразитов. Поэтому животные все-таки должны жить на улице. И в городах, там где квартиры, такие люди часто заболевают. Насчет населения Земли, то, что растет, я с вами не согласен, это миф. Я вам даже больше скажу. Через примерно лет 30-40 население Земли сократится в несколько раз. Вы знаете почему? Особенно странно. Европа, Запад. 80% людей, хотя сейчас очень много пробуждаются, открываются духовно, кушают ГМО, еду, фастфуды. А это значит стерилизация. Это значит глобализация. Это значит, если у этих людей родятся дети, то у их потомков, получается, у этих детей уже детей не будет. Это стерилизованное поколение. Все. Ауфи до зейн, до свидания, друзья. И сейчас будут выживать и оставаться на Земле сильные, честные, здоровые, красивые, сильные люди, которые следят за питанием, которые не жалеют деньги на правильное питание, которые не едят фастфуды, а едят здоровую сильную пищу, которые занимаются гимнастикой, которые создают крепкие семьи, занимаются спортом. И мы можем это видеть на примере той же Москвы. Когда выходные идешь в парк, сотни людей, тысячи людей занимаются спортом. Выходные с утра, пробежки, гимнастика, зарядка. Это классно. Это сейчас вообще видно даже по всему миру. В России особенно сильные тенденции. Многие прекращают выпивать алкоголь, прям конкретно. И почему именно по тренингам люди тратят очень много деньги на тренинги. Я даже знаю, в Москве людей, которые очень состоятельные, они все деньги, они вкладывают в тренинги, чтобы обладать новыми знаниями. Это не обязательно духовные тренинги, даже там по магии. Это могут быть тренинги по развитию бизнеса. Тренинги, например, там как кататься на горных лыжах, брать инструктора, там на сноуборде и так далее, и так далее, и так далее, понимаете? Человечество развивается, но на земле идет мощнейшая чистка, очень сильная чистка. Есть несколько методов поработки отношений. Если у вас собачонка заменяет мужчину, берегитесь. Жестоко, конечно, но в какой-то степени это правда. Но я уже про это сказал. Есть 13 лет в разводе и как поработать отношения. Есть два момента. Поработать их через любовь, через сердце. Например, я делаю такой шаманский обряд. Он называется разрыв сексуальных связей. Все экстрасенсы видят, что между мужчиной и женщиной из пупка в пупок идут тонкие энергетические нити. И когда кармические отношения прекращены и свыше, из высших сил приходит разрешение, я очень нередко, в редких случаях провожу разрыв сексуальных связей между мужчиной и женщиной. Они перестают друг о друге думать. Что происходит, когда возникает вот эта связь, чаще всего негативная между мужчиной и женщиной. Представьте вот такая ниточка. Мужчина думает про женщину, он ее дергает. Женщина думает про мужчину. И вот проходит 5, 6, 7, 8, 10 лет и так далее. Они друг друга дергают и пилят, пилят, пилят. Уже у того и у того отдельная семья. Уже дети родились. Они продолжают разрушать друг друга дергать. В таких моментах эта ниточка разрывается. Есть такая техника. Понимаете? Я вижу, что эта тема вас трогает, вы неравнодушны, это хорошо. Потому что на самом деле, ну просто поймите, пришло время все это прорабатывать. Мы через союз отрабатываем, прорабатываем с человеком какие-то ситуации из прошлого, иногда настоящего. Золотые слова, Леночка. Абсолютно верно. Люба тоже правильно. Энергии животных не должны смешиваться с человеческими. Абсолютно верно. Я вам даже больше скажу. Вот по поводу зоопарка, когда мы маленьких детей, любимых, говорим, там, ой, ты котеночек, цыпленочек. Вот если постоянно говорить, энергоинформационное поле воспринимает информацию. И в следующей жизни, согласно ведическим знаниям, это человек и родится котеночком или цыпленочком. Знаете, как в Нурсе говорили? Свет очей моих, радость моя, отрада моя, любовь моя. Вы чувствуете, какое величие ведическое, а не вот это цыпленочек, котеночек, кутеночек. Вы что это за бред вообще? Просто подумайте, куда вы направляете энергию. Потом придется за это отвечать по полной программе. Дети на улицах не кискают животных чужих, потому что им просто никто этого не даст. Понимаете? Но когда у вас дома живут животные, то паразиты распространяются везде, в постели, в еде, в ложках, в кружках. Друзья, я не буду вас убеждать. Пройдите, пожалуйста, медицинское обследование на паразитов. Когда я переходил на вегетарианство и на сыроедение, более 12 лет назад, я пришел в клинику биорезонансной терапии и прошел полное обследование на паразитов. Биорезонанс показывает даже ногти, волосы, там паразиты, на межклеточном уровне. Мне сказали, что когда мне было 9 лет, у меня была кошка. Я сказал, откуда вы знаете? Она говорит, потому что я вижу, что по составу, по анализу крови, лимфы и клеток ты был заражен паразитами. Вот в этом периоде. Но потом, видимо, стал делать какие-то чистки, там голодание, и паразиты ушли. И я удивился. На самом деле, такие возможности сейчас есть. Как убедить сына, что очень важно девушку и жену выбрать правильно? Понимаешь, с одной стороны, родители это святое, и родители прожили дольше. Они знают ошибки подводной камни, надо слушать. Но с другой стороны, мы не можем насильно внушить своему ребенку, например, следовать какому-то даже ведическому принципу. Это будет насилие. Вот этот принцип, благими намерениями дороги высланного ад, он неправильный. Я считаю, что не нужно никому ничего говорить и доказывать. Вот лично мое скромное мнение, я так считаю, друзья, что пусть делают ошибки, пусть он спотыкается. Я просто как бывший спортивный тренер знаю, вот если ребенок споткнулся, он скажет так, а как сделать правильно? Как мне поставить технику, чтобы я не травмировался? Как мне поставить удар, скорость, все, стойку? То же самое в отношениях. Пусть и божжется один, два, три раза. Потом придет и скажет, мама, ты права, ты мудрая, я тебя люблю. Как мне сделать так, чтобы было правильно? Но насильно что-то, поймите, вообще у каждого человека свой мир. Мы не имеем права говорить даже там что-то про знания, про веды. Человеку нужно дойти. Один человек живет в своей реальности и страдает. Он имеет право. Уважайте это, пожалуйста. Кто-то живет в своем мире, кто-то употребляет алкоголь, ему нужно разрушать себя, поймите, не нужно через насилие это наносить. Кто-то по-другому себя ведет. И все приходит в свое время. Но как мы можем повлиять? Только собственным примером. Это раз, потому что если курить и говорить ребенку не курить, он все равно курить будет. Уважение родителей и уважение мужа и жены должно быть. Потому что если ребенок видит, что вы постоянно тираните друг друга, он перемет эту модель поведения. Будет маленький клон. Второй момент, очень важный. Мне нравится традиция у казаков. Мне нравится традиция древнеславянской. Вот муж каждый раз, когда уходит из дома, подходит к жене. Я сам так люблю делать. Обнимает жену и говорит. Просто обнимает и берет в кольцо. Такая энергетическая техника. Для всех мужчин. Здесь мужчины есть, я вижу. И говорит. Потом для девочек скажу технику. Я тебя люблю. Ты моя, моя, только моя. Ты самая лучшая. Я тебя очень люблю. Представьте, круг. Он замыкает энергетический круг. И вот когда так делаешь, знаешь, щечки розовеют, сразу кровь приливает. Вот я сейчас дал посыл, да? А вы чувствуете? Поставьте плюсики, кто почувствовал. Вот сразу энергия пошла. У меня же прям жар через грудь, через лицо. Лицо начинает уши гореть. Вот простые, элементарные вещи, которые сохранились в русской традиции, в казачестве, еще где-то. Вот. просто мне интересно, вот. Почувствовали, значит, отлично. Молодцы. Да все приходят в этот мир получать уроки и давать уроки другим. Мы все для друг друга учителя и наставники, все получаем уроки, потому что древнерусское слово рок это судьба. И мы в этом уроке получаем уроки. Важно это признавать просто и делать выводы. И я на самом деле никого не хочу ничему обучать. Я просто хочу передать опыт и знание, как сделать вас счастливыми. Мой муж так делает, значит, у тебя золотой муж. Вообще великолепно. Теперь элементарная вещь. Да, привет, Надя. Кубанские казаки так делают. Ну вот. Теперь что делает женщина? Вы скажете, давай, колись, рассказывай про эти женщины. Пожалуйста, друзья. Все просто, все по ведаму. То же самое говорят все другие. К примеру, тот же там Турсунов, Гадетский, не суть важна. Женщина подходит к мужчине и говорит, ты у меня самый сильный, самый умный, самый надежный. Так же подходит, она может его обнять. Вообще, на самом деле, друзья, вот, если женщина таким образом будет поддерживать своего мужа и мужчину, такой мужчина всегда будет успешный в бизнесе, он всегда преуспеет. И в семье всегда, в плане денег все будет хорошо, все будет замечательно. на данный момент я хочу сказать, что, несмотря там, да, сыну, обязательно детям надо говорить, что дети талантливые, дети умные, дети красивые, обязательно, да, благословляйте и молиться. Абсолютно верно, это наши древние ведические, языческие принципы. Обязательно благословляйте и молиться, всегда посылать любовь. Все, что я сейчас достигаю, получаю, это тоже благодаря моей жене. И я не стесняюсь об этом говорить. Я говорю об этом с гордостью. Не с гордыней, но с гордостью. Вы заметьте, вот, кстати, мне нравится такой момент, в аэропорту смотришь, например, русские дети и европейские. Все-таки у европейцев есть плюсы, определенные в плане воспитания, кое-что и все. Вот наш там стой, нельзя, упадешь, будет больно, разобьешься, на горку не ходи, колени раскребешь. Сколько человек слово в день говорит нельзя, у тебя ничего не получится, будет больно. Понимаете, если он в день как мантру говорит 300 раз, 300 раз в неделю умножаем на 7, 200 раз в неделю и теперь умножите на год, 365 дней в году, то ребенок вырастет неудачник, будет болеть все время, у него не будет никаких отношений. Я считаю, что надо так говорить ребенку. Ты молодец, у тебя все получится. Ага, хочешь на гараж залезть? Смотри, может быть опыт такой, что будет синяк. Хорошо, он пойдет, получит синяк, а в следующий раз подумает, но нужно разрешать, не надо говорить нельзя, 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 нельзя. Понимаете, вот это любимое слово нельзя. Посмотрите, вот кто вот в аэропорту часто летает, на примере просто, и, например, европейские дети, вот мы, например, тех же германских братьев. Ползает, лазит, что-то залез на скамейку, упал, отряхнулся, папа его отряхнул, он даже ему ничего не говорит. Вот это классно, понимаете. Потому что сейчас еще вот эта эпоха компьютеров, планшетов, это дебилизм, это тупилизация населения. Вспомните, как мы классно играли в советское время. Плазили по деревьям, гаражи, сколько мы играли во дворе, проводили время на природе, ну и что, коленки себе обшибали, но все же выросли нормальными людьми, и не было компьютеров. Сейчас нехватка физических движений. Что себе говорить, если трудности подкашивают? Просто принимать это, как подарок богов, потому что легко принимать, когда у тебя все круто, когда куча денег, когда ты путешествуешь, когда любимый человек рядом. Не всегда так было у всех. Очень легко верить в бога, и в богов, когда все классно. А попробуйте, когда идут испытания и трудности. Попробуй поблагодарить. Я благодарю богов за все испытания, которые я прохожу, достойно и мужественно, или женственно и нежно. И тогда в твоей жизни настанет светлая полоса и светлый путь. Я так ведаю, я так живу. В жизни не бывает только черной полосы. Всегда, все в конечном итоге, переходит в благо, потому что мы должны делать правильные выводы. Это самое основное. На самом деле, все есть опыт. И что, например, скандинавы, северяне, древние германцы, славяне говорили, тело это одежда, тело бренное. Я могу потерять тело, но я не потеряю дух и душу. Если я попаду в Альгау, или попаду в Ири, к предкам, к роду, к пращурам, я проживу достойно, я перерожусь заново. Главное, в любой ситуации оставаться хорошим человеком, быть верным своим принципам и нарушать законы, никого не обижать, несмотря ни на что. И знаете, сейчас просто на самом деле очень мало людей, которые остаются человеками. потому что люди это животные на двух ногах, а человек это чего мудрости, чего это оп, век это сто лет. Поэтому раньше люди жили минимум сто, сто пятьдесят лет и жили в любви, в мудрости и в знаниях. Понимаете? Соответственно, друзья, все очень просто. Просто мы сейчас с вами, как потомки богов, как дети богов, вспоминаем ту мудрость, которую жили, питались, как хлеб тысячи лет поколений воплощений на земле. Понимаете? Ну, кстати, Ирина тоже говорит, с одной стороны, самости говорить не надо, когда ты самый-самый такой, а лучше действительно говорить в утвердительной форме. Ты надежный, у тебя получается, и все легко. делаешь, ты талантливый, ты заботишься обо мне, приумножая эти качества. Абсолютно верно. Итак, друзья, несмотря на разность традиций, восточные, азиатские, европейские, русские, везде сохраняется единственный принцип. Танюша, вот если человек попадает в ДТП, а потом куда-то в тюрьму и так далее, надо смотреть его личный, индивидуальный опыт. Тот сценарий, который он прописал себе до рождения, свою карму, негативную акарму. И на это можно найти все ответы на эти вопросы. Итак, мои хорошие, я сейчас буду развивать тему, мы сейчас будем с вами делать мощные практики, поэтому зажигайте свечи, готовьте воду, занимайте удобное положение. Но сейчас я вам хотел рассказать, что эта встреча приурочена к проведению будущего тренинга, который состоится в марте, это будет праздничный тренинг. И попрошу нашу любимую Галину Проспирита скинуть ссылочку в чат. Значит, этот тренинг я про него немножечко позже сейчас расскажу. Могу сразу так сказать, это не какой-то суррогат, а благодаря любого цвета Наташенька свечу, благодаря этому тренингу каждый сможет изменить свою жизнь. Это будет практика. Очень много практик, очень много древних знаний, славянских, ведических, вот, и так далее. Я вот тоже, Полина хорошо сказала, что это самое увеличение неадекватного отношения к себе. И действительно, дети такие, они немножечко разочаровываются. Нажимаем все на ссылочку тренинга «Совершенные отношения» или «Как привлечь настоящую любовь». Добрый вечер, Олинга. Привет, Германии, германским сестрам, германским братьям. Как хорошо, когда друзья появляются во всем мире. Посмотрите, во-первых, какое великолепное оформление. Насколько ясно и понятно, что будет на этом тренинге. Прямо кликайте на ссылочку, проходите, регистрируйтесь. Я в конце очень подробно расскажу про этот великолепный тренинг. Этот тренинг, он несет четкую ясность, понимания, осознавания всех процессов, которые происходят в нашей с вами жизни. Тут вы найдете ответы на все ваши вопросы. Почему, что, как, зачем, как мне изменить свою жизнь, как мне начать менять свою жизнь прямо сейчас. Повторю, что данный тренинг, мои хорошие, предназначен абсолютно для всех. И для тех, у кого уже есть семья, и для тех, кто пытается семью и обретает будущую семью. В любом случае вас ждут конкретные откровения, глубокие знания и практики. Наша цель, чтобы во время уже во время тренинга произошли сильные изменения. Я гарантирую, что если вы будете выполнять все рекомендации, все упражнения и начнете гармонично трансформировать ваше ложное эго, а проще говоря, понты, то вы придете к великолепному результату. И уже после первого дня тренинга у вас откроется пространство и возможно в ближайшие два-три дня проявится и появится ваша вторая половинка. Это может быть первоначально как какой-то роман, который потом перейдет к отношению, к союзу и к семье, к рождению соответственно детей. Потому что вообще хочу сказать, что вот кто бы что ни говорил, там маги одинокие, им не нужны дети, у волхвов на Руси было минимум, минимум семь детей, друзья, минимум семь детей было волхвов. И мудрость, и боги, и сварга дают знание и могучую силу, когда есть много детей. Силу дают для чего-то, а не просто так. Не для того, чтобы быть круче или хвастаться. По поводу стоимости скажет Галина, потому что я вообще этими вопросами не занимаюсь, но мы сделали сейчас специально самую низкую стоимость в течение нескольких недель. про это наша галочка расскажет. Итак, великолепный тренинг, да, он будет не просто интересный, он, самое главное, будет эффективный, он будет очень глубокий и будет действенный. Поэтому, девчонки и мужчины, вот, если вы все-таки уже созрели и чувствуете внутри потребность приобрести вот эту любовь, обрести себя, знания, приходите, не тяните, прямо, я не знаю, вот у меня в прошлом году, я же 7 месяцев не выступал, вот, у меня очень много было поездок, путешествий, возможно, в этом году будет вообще всего 1-2 тренинга, потому что опять меня приглашают в Германию, вот, сейчас еще много предложений поступает с разных городов, соответственно, друзья, этот тренинг, он откроет 2017-й и будет действительно сногсшибательным, я ввожу просто всю энергию, которая есть, чтобы у вас действительно произошли мощнейшие положительные позитивные изменения, друзья, положительные изменения, вот, соответственно, давайте меняться вместе, давайте совершенствоваться, и это будет незабываемое, но в любом случае, вот этот арсенал практик знаний вы сможете применять всю свою жизнь, вы можете передавать своим детям, можете передавать на тренингах, если вы ведете, на своих вебинарах, у вас придет понимание четко внутри, почему раньше не получалось, и почему получается сейчас, вот, ну что, друзья, я сейчас предлагаю постепенно перейти к практикам, сейчас рекомендую совершить практику открытия сердца, открытия сердца, очень такая необыкновенная, красивая, сразу скажу, я никогда не претендую на уникальность, эти знания, они передаются свыше богами, высшими силами, поэтому берите, практикуйте, используйте, если вы будете использовать эту практику неделю, у вас откроется сердце, все две недели, вы начнете легко дышать и порхать по воздуху, если вы будете делать ее больше месяцев, вы начнете привлекать в жизнь любовь, и сгармонизируете отношения со всеми окружающими людьми, и так, мои хорошие, сейчас, пожалуйста, сделайте, сейчас галочка даст ссылку, вот, я про клуб расскажу, позже немножечко, вот, раз в неделю я провожу обучение в своем авторском клубе Родовой круг, вот, и там мы проводим практики, обряды, медитации, то есть, можно сказать, это моя закрытая авторская школа, попозже Галина скинет ссылочку, а сейчас давайте делать практики, вот, кто захочет, тот сможет вступить и заниматься вместе с нами, раз в неделю мы делаем там обряды очищения, то есть, очень мощные чистки шаманские, с стихиями и так далее, так, сядьте удобно, ссылочка на клуб, есть, кто захочет вступить, просто пройдете, да, мои хорошие, зажгите, пожалуйста, свечу, потому что это дополнительная энергетическая магическая защита, это связь с богами, с вышними, это освещение вашего с вами пути, займите, пожалуйста, удобное положение, сделайте мягкий вдох, плавный, перезагружающий вас выдох и закройте постепенно ваши глазки, закройте ваши глазки, дышим ровно, глубоко, естественно, не увеличиваем, не уменьшаем дыхание, наше дыхание совершенно комфортное, перенесите, пожалуйста, центр вашего внимания в область духовного сердца, который находится посередине груди, там, где находится анахата чакра, и смотрите, изнутри, как бы, рассматривая этого пространства, вы можете видеть там осколочки, какие-то переливы, сначала, прежде чем мы с вами приступим к медитации, мы почистим наше сердце, почистим наше сердце, это эксклюзивная практика, только для участников сегодняшнего вебинара, так, представьте, что ваше сердце, душа, это красивая хрустальная шкатулка, которая соткана из света любви. Теперь очень нежно, с заботой откройте эту шкатулку, откройте, пожалуйста, эту шкатулку, и извлеките оттуда все обиды, всю боль, все осколки, которые остались от опыта негативных прошлых отношений, вытряхните всю боль, всю грязь, все, что вас беспокоит, потом хрустально, нежно закройте эту шкатулку. теперь настройтесь на область вашего сердца, анахаты, представьте, представьте, что в пространстве вашего сердца вращается гигантский нежный лотос необыкновенно нежного розового цвета, нежного розового цвета, этот лотос вращается очень медленно, и с каждым вращением открываются один за одним его лепестки, источающие нежное благоухание, нежный тонкий аромат, который звучит, проникая прямо в сердце и прямо в душу. Наблюдайте за вращением лотоса. дышите ровно, в темпе, спокойно. И теперь поместите, пожалуйста, внутрь вашего сердца все, что дорого вашей душе, всех ваших любимых, всех, кого вы любите, ваших родных, близких, родителей, детей, вашу любовь, пространство, где вы живете. Начните наполнять их благоуханием этого нежного лотоса. лотос вращается, медленно охватывая могущественной вселенской энергии любви всех ваших родных и близких. сердца. Теперь наполняйте это пространство счастьем. Смотрите, как все, кого поместили в сердце, начинают радоваться, улыбаться, открываться. открываться любви. И с легкостью и трепетом примите в своем сердце новое пространство, которое называется любовь. Теперь сделайте мягкий вдох, очень нежный плавный выдох. Когда будете готовы, открывайте ваши глазки, возвращайтесь в физическое и материальное тело. Добро пожаловать назад, на землю. Можете написать сейчас вопросы по ощущениям, которые вы испытали по этой практике. Впечатлениями поделиться. Мы еще будем делать сегодня мощный обряд запроса на вторую половину для тех, у кого еще нет. Тоже благодарю вас. Засыпал медитацией очень хорошо. Значит, твой ум и сознание отключаются и ты начинаешь работать уже через душу, через сердце. Мороз по телу, хорошее состояние. А я улетал, у нас в Уфе был мороз, минус 25. А когда после мороза следует обычно идут слезы. Великолепно, великолепно. Тоже слезы львина, ощущение спокойствия, радости, приятное расслабление. Вот и свращается по часовой стрелке очень медленно. Не нужно думать, там само все происходит. призывалась. Лили пишет нет звука. Напишите ей, пожалуйста, чтобы она перезашла, обновилась. Пожалуйста. Боль была сердца, значит, там натыкали, значит, что-то там есть. До сих пор стоит запах лотоса. Да, вот эта легкость такая, нежность, знаете, такая, классная. Тепло на душе засыпало в расслаблении легкость. Сыночка тоже зовут Олег. Замечательно. Олег у скандинавов и у русов у славян два перевода есть. Светлый дословно. Обычно люди светлые, позитивные. Второй перевод значит сакральный или священный. чувствовал тепло в сердце, казалось, что слегка перемещалось. Но когда мы делаем вот эту медитацию, у нас действительно сердце, пространство сердца очень сильно открывается и начинает выходить все обиды, боль, мы наполняемся пространством в сердце. Слезы были, тепло, теперь блаженство. Аромат тоже ощущал очень сильно энергии Галина пишет, поэтому некоторые компы не выдерживали. Да, кстати, бывает, что я сказал, что я выспался, я год был в таком темпе, в таком режиме, просто постоянно спал по несколько часов, сутки иногда не спал. Сейчас я восстановился, энергии сильные, я просто даже вижу по людям, какие результаты великолепные. и поэтому перезаходите сразу, в любом случае, в записи вы без проблем сможете все посмотреть. Тело цвета розовый, зеленый, золотый, замечательно. Смотрю, сильная такая отдача пошла в взаимодействии, красивая, нежная, сфугляющая практика. В шкатулке было много углей, это надо выкидывать, что-то темное. выкирло пыль, замечательно, молодец. Стояла тяжесть в груди, потом в конце отпустила. Нет, запись идет, запись конечно будет. Вот, чтобы получить запись, проходите по ссылочке, которую Галина скинула. Почему? Нет, звук есть у всех, просто возможно, что у тебя с браузером проблемы, ничего сложного. При открытии сундучка посыпались монеты. Хорошо. Шкатулки была гиря, гиря вытащила. положи ее куда-то в Чуан, подальше. Хорошие гнины, короткие картошки. Но это, на самом деле, такая сакральная практика, вы же понимаете, друзья, что тут все очень глубоко идет. Было спокойствие, умиротворение, расслабление, шкатулки засыпало, расколотые красные сердечки. Друзья, поймите одну вещь, многие из вас уже консультируют других людей, многие работают с энергетикой и так далее. Я не претендую на роль гуру, я не гуру, но через меня работают боги, идут очень тонкие энергии. Сейчас у вас открываются потенциалы, очень сильный потенциал откроется во тренинге. Четыре дня абсолютной любви, погружения в благость. Я хотел сказать одну такую единственную вещь, вот следующая практика будет еще такая более космическая. Вы знаете, почему люди одиноки страдают, болеют, у них нет любви? Есть один корень проблемы, один корень проблемы, единственный, вы сейчас поймете. Мы отошли от традиций предков. Мы забыли, как жили наши деды и пращи. Мы начнем с истоков. Мы начнем сначала, мы начнем возрождать традиции через знания. И вот на тренинге вы получите вот эти первознания, откуда первослова пошла. Как правильно работать с негативными энергиями, когда один человек раздражается, а другой спокойный. многие сразу говорят, человек плохой. Так вот, запомните, плохих людей не бывает. Бывают люди хорошие и те, которые заснули, спящие. Наша знача пробудиться всем и пробудить других. Вот. И соответственно, когда мы пробуждаемся, меняется все пространство вокруг. Легко. Так легко, правда. Мой старый кот, который редко мурочит, во время медитации аж порыкивал, мурчал, очень громко. Да? Я вам больше скажу. Когда делаешь эту медитацию, я, например, выхожу на улицу, за мной все кошечки, собачки, тык-тык-тык-тык, так вообще смешно наблюдать. Классно. Это необыкновенно. А представляете, как мальчики реагируют на девочек, и девочки на мальчиков, наоборот, время медитации. Только нужно все это в правильное русло. Моя шкатулка была из увесистого хрусталя, внутри была одна спитящаяся жемчужина. Красивая душа, тонкая, творческая. Да, мои хорошие, эту практику можно и нужно делать каждый день. Ага, мы эту практику делали. Я эту практику давал на живом тренинге в Москве полтора года назад. Но каждый раз проходит по-разному вы это сами видите. Разные энергии, разный эффект, но все время мощно. Ну да, мы с вами будем устанавливать знания. Так, я сейчас попрошу Галину еще раз галочка скинь пожалуйста на ссылку на сам тренинг, потому что сейчас будет практика. И скинь пожалуйста еще раз ссылочку на мой клуб, родовой круг. Друзья, значит повторю для тех кто хочет встречаться со мной чаще, а именно 4 раза в месяц, один раз в неделю я приглашаю всех на участие в моем авторском клубе родовой круг будет предков. Значит помимо множества практик мы делаем во-первых раз в месяц мощные энергетические чистки и объединяемся все участники и помогаем нескольким людям кто обратился в течение недели например кто-то заболел у кого-то проблемы там кого-то прооперировали у кого-то какое-то происшествие случилось мы объединяемся в энергетический круг и прокачиваем позитивные энергии любви и таким образом люди очень быстро исцеляются вот и происходят чудеса на самом деле это не чудеса это просто любовь самое сильное оружие я называю это так Татьяна пишет Олег я с детства глухая на право ухо и мне приходится рядом с мужчиной ходить справа а то я его не слышу что делать женщина ведь должна идти слева есть один момент это легко исправить я бы сделал так ты можешь все таки идти слева а когда твой мужчина что-то говорит ты говоришь любимый я тебя так люблю знаешь ты бы не мог говорить погромче все это решит все вопросы на самом деле большинство проблем они пугают нас потому что мы их придумали если взять классическую психологию клиническую психологию экстрасенсорику биоэнергетику целительства я всегда говорил такую поговорку большинство проблем с нами не успело случиться потому что мы не успели их придумать какие-то сложности это всего лишь выдуманные придуманные надуманные обстоятельства которые можно упростить позитивный жизнеутверждающий радостный человек он всегда будет искать позитивный выход решений и с юмором будет выходить ситуация понимаете да у кого есть половинка эту практику можно и нужно применить вы будете улучшать отношения а что Света ты боишься что на тебя мужики набегут и тебе придется делать выбор да этот красивый этот богатый этот красивый богатый этот еще и щедрый я повторяю что этот тренинг эти техники и знания и для тех у кого уже есть семья и для тех кто хочет обрететь любовь значит я не могу здесь отвечать на вопросы частного характера но скажу так что есть индивидуальная консультация Галина скидала ссылочку но сейчас я нахожусь в городе Москва и поэтому если здесь есть москвичи и кто находится в Москве вы можете прийти ко мне записавшись на мою личную консультацию я отвечу на все ваши вопросы также могу провести практики обряд периодически в Москве появляюсь а теперь давайте переходить непосредственно к практике да ну конечно во время шаманской чистки старые отношения они обрываются это естественно да вот галочка скинула ссылку на консультацию со мной итак заметьте удобное положение сейчас будет такая с одной стороны простая с другой стороны довольно-таки глубинная мистическая практика запросу самой Вселенной по поводу на вторую половину на нашу вторую половину заметьте удобное положение сделайте мягкий вдох плавный нежный выдох плавки закрываем и закрываем дышим дышим свеча всегда нужна Лариса дышим легко и сердце представьте что наше сердце дышит и дышим мы сейчас не вишудхой не горлом а дышим и сердце представляем что наше сердце открывается наше сердце как клапан закрывается происходит очень медленный выдох и вдох нежное легкое дыхание наше сердце как огромная чакра дышит в какой-то момент мы осознаем что мы с вами дышим одновременно и синхронно с космосом со вселенной со всеми великими космическими силами происходит это великолепное дыхание и это дыхание окрыляет нас наполняет нас новой жизнью сейчас в этот священный день древнеславянский праздник тура священного тура который связан с велесом я призываю сюда богиню лелю леля это наша русская богиня любви богиня воды пусть она войдет в состояние в разум каждого подарит нам мудрость нежность чувственность богиня леля покажи каждому кто делает запрос образ его настоящий второй половин пусть тот человек который положен судьбою нам как вторая половина проявится сейчас на внутреннем экране либо приснится сегодня ночью и каждый из вас обращайтесь у великой богини леля богиня любви прояви образ мужчины говорят моей будущей вестой а женщины говорят моего суженного веста это которая уже не невеста а стала вестой то есть женой и смотрите на внутреннем экране вырисовывается образ кто-то видит четко конкретно досконально кто-то видит весьма размыто непроявлено у кого-то во сне допроявится вам покажут картинку кто-то столкнется завтра плечом к плечом со своей судьбой кто-то через три дня встретит на улице свою любовь и произойдет свадьба родятся дети кто-то через семь дней через двадцать день но это непременно произойдет я доверяю свое сердце повторяйте за мной я доверяю свое сердце могущественной силе вселенной великой богини лили богини любви и воды пусть через великий божественный род проявится моя вторая половина в моей судьбе моей жизни пусть мне покажут что мне нужно сделать какие качества приобрести от каких качеств нужно избавиться чтобы я притянула или притянул в свою жизнь настоящую любовь от высших сил от богов от света от любви по любви и в любви да будет так да будет так да будет так теперь делаем мягкий вдох плавный выдох поблагодарите богини лилю великий род небесный можете мысленно поблагодарить меня я благодарю каждого из вас кто пришел сюда улучшать свою жизнь познавать любовь возвращаемся в физическое тело вот такое путешествие через древнюю богиню лелю даже руна есть такая леля славянская связана не только с водой но и с любовью как мы теперь узнаем я тоже всех благодарю вся в соплях ну вытирайся и надо убать и убайся если нет свечей ерунда главное что ты есть все остальное не важно можете написать сейчас какие-то ваши ощущения эмоции хочу сказать что трассу с потоком машины путешествие значит кстати многие путешествуют зевота значит наполняешься живушкой ощущаешься кстати я тоже путешествую с женой познакомился мне предсказывали к тому же в прошлой жизни я жил на территории в прошлых воплощениях я жил на территории Скандинавии там где сейчас находится Норвегия и Швеция потому что раньше не было в Норвегии норвежские короли позже появились там ближе к 10 веку а раньше была Скандинавия вот и моя жена там жила и мы уже встретились там спустя каких-то 500-700 лет чуть-чуть разминулись это вообще интересный опыт я хочу сказать что вы знаете что я практик очень много практик всегда Галину увидел я рад искренне рад на тренинге будет очень много действенных практик вы поймите что дело не в количестве даже не в качестве а в эффективности образ бывшего мужа задумайся все ли вопросы вы закрыли солнце задумайся друзья поймите что видите у всех картинки пошли улица толпа образ не увидел но знаешь что скоро встречу чутье наитие пошло гидовство великолепно если никого не увидел повторю что можешь увидеть во сне а можешь столкнуться на улице а зном по телу ощутило чувство нежности благости через зелу как в детстве чувствовал свой дар честно страшно было потому что никто не мог объяснить слава богам что я могу своим детям теперь объяснять что они видят я с ними говорил могу говорить об этом а мне никто не говорил я видел духов я предвидел когда смерть придет я чувствовал запах смерти ну сны были такие что можно уже писать книги о фантастике и кино как спилберг но наверное все таки напишу книгу рано или поздно когда время будет ближе к пенсии напишу книгу так будет забавно вот значит немножко расскажу про сам тренинг посылал светящее сердце во вселенной молодец его окружение признак открытия кричать от радости вот естественное состояние когда мужчина видит такую женщину как Алена которая хочет пищать от радости он хочет ее обнять поцеловать приголубить жениться на ней в конце концов когда входит в состояние маленькой девочки хрупкой беззащитной любой мужчина захочет вас оберегать и любить все очень просто мой образ прекрасного мужчины на лицо не совсем четко увидела а значит рановаста еще видеть рановаста вот друзья значит повторюсь что тренинг будет феноменальный вот меня с осени запланировало много поездок меня уже сейчас приглашают в Европу вот в Нижнем Новгороде тренинги в Москве в других городах России поэтому приходите получить глубокие знания особенно будет полезно и для тренеров тренинг стартует 3 марта 3, 7, 10 14 марта 20 минут по году Москва 4 дня значит сейчас действует специальная цена 4400 рублей насколько я знаю она будет повышаться но про это скажет галочка наша вот очень много будет всего знаний древних цивилизаций особенно славянский для обретения семьи принципы ведические будем делать работать с отладками славянскими отладки это когда мы убираем шероховатости грубости наглости устранение паристических программ одиночества это будут шаманские практики тренинги соприкоснётесь с тайной этого секреты притяжения партнёра очень много поговорим о психологии несмотря на то что я маг я не опускаю тема сексуального магнетизма ведические принципы отношений будем работать над характером очень много практики поговорим почему разрушаются семьи как это избежать особенности психики мужчины и женщины и почему порой мужчины и женщины друг друга не слышат и как нам сделать так что мы друг друга слышали прямо сейчас проходите по ссылке и читайте вместе со мною изучайте материал как боги влияют на судьбу любящих каковы предсказания древних почему женщины притягивают слабых мужчин сегодня был вопрос много раз я на него чётко отвечу галочка дай пожалуйста ещё раз ссылочку на тренинг дальше вы получите трансформацию программы одиночества в семью отладка негатива в характере получите древнеславянскую ведическую технику отделение зла от человека то есть не чтобы человека выгнать из квартиры а чтобы зло выгнать из квартиры из человека возможность обретения своей половины по судьбе важный шаг для улучшения отношений уже после свадьбы и период когда семья существует 10-15-20-30 лет древние славянские заговоры для семьи детей защиты жилища это очень важно для семьи техники берегини женщин обращение к богине лаги покровительнице семейного очага детей семейства обережство в семье укрепление отношений в сложные периоды жизни тут не только психология будет и магия как превратить проблемы личные в жизни в свою силу и улучшить отношения это будет очень мощная техника рычага секретная разработанная родовой аллатырь алтарь щит рода мощнейшая защита богов я буду давать эти знания родовые древний славянский принцип становления хозяином и хозяйкой своей жизни вот и психология немножко прекращение превращение конфликта в страсть сексуальная харизма как оружие женщины и архетипы женщин как мужской миф это позволит разобраться почему есть проблемы а что нужно делать чтобы улучшить сексуальное здоровье поговорим о травмах о стадобьях о корениях о физических упражнениях тут вообще все есть как избежать старых ошибок новым партнером в общем будет много всего это далеко не все будет много еще сакрального вот хочу поблагодарить каждого и каждую кто пришел на тренинг сегодня вот повторяю на вебинар то есть извиняюсь я сам улетел наполнился хочу сказать что вы молодцы да леля это больнина любви вы молодцы этот тренинг изменит вашу жизнь вот принимаю все благодарности и благодарю вам блага принимаю просто приходите меняйте свою жизнь даже не хочется ничего лишнего говорить потому что там на самом деле можно было и на 10 дней сделать практики но тем не менее так вот получилось что 4 дня но очень интенсивно будет очень плотно будем заниматься повторю что для всех кому важно я 4 недели буду ходить в городе Москва принимать лично вот в субботу у меня в это будет живой тренинг закрытый шаманский авторский с шаманским бубном вот самый громкий сильный и мощный тренинг в этом году это будет совершенные отношения или как привлечь настоящую любовь в свою жизнь и судьбу а сейчас я передаю микрофон Галине просперитес всех люблю обнимаю желаю всем настоящей крепкой любви открытий своего сердца и дара который мы называем любовь чтобы это не было пустыми словами ну что друзья увидимся на тренинге я уверен что многие записываются до новых встреч слава роду и пусть любовь придет в ваше сердце пусть любовь придет в ваш дом и навсегда останется в вашей семье да будет так слава Лели слава роду слава русскому народу Олег благодарим тебя за такое мощное выступление такое энергетически наполненное насыщенное я думаю те кто постоянно участвует приходит на встречи с Олегом и не знают а те кто пришли сегодня впервые особенно наверное мощно это все прочувствовали да Олег конечно он вообще человек необыкновенный совершенно необыкновенный я очень рада и горда тем что он работает именно со мной что мне вот так повезло потому что действительно вот мы же привыкли что необыкновенные люди где-то там далеко или где-то в прошлом а когда мы рядом живем с обыкновенными людьми мы наверное это не всегда многие замечаем и понимаем а вот и вот как раз Олег это один из тех людей которые встречу с которыми общение с которыми нужно очень высоко ценить вы понимаете я уже четвертый год в этом бизнесе как продюсер и встречалась с массой интереснейших интереснейших уникальнейших людей но вот Олег один из самых 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 хотя тут говорят не заговорить слов самых вот один из самых уникальных ну тут если это правда что я буду что я буду тут притворяться и скрывать вот и да вот Полина говорит через Олег к нам идет истинно влага и любовь совершенно верно Полина согласна с вами Олег необыкновенный волшебный но это пишут те люди которые уже Олега занимаются которые уже прошли может быть даже не один тренинг с Олегом или кто-то состоит уже в него в клубе и уже знают что то что дает Олег это действительно это на самом деле сплошные практики он лежит практиками чтобы ему немного отдохнуть дает что-то рассказывает дает какие-то теоретические вещи но это как правило тоже может сказать тоже имеет практический характер то что он говорит вот в основном это конечно это в обе здесь нет никакой в основном это все чистые практики и вообще хотелось сказать чем подчеркнуть чем отличаются вообще тренинги Олега от других мастеров тем что уже на тренинге мы начинаем начинается проработка благодаря тому что вот Олег начинает работать с нами энергетически очень часто подключает еще инструменты такие как кристаллы или варган шаманский что-то еще он подключал напомните мне пожалуйста что я упустила так ощущение что что-то а чаши по-моему были что-то было вот и ну уже с Олегом сколько-полтора года мы работаем нет вот да вот уже будет в апреле два года может как время быстро летит вот и поэтому здесь получается что мы какой-то хочу привести пример такой как на облаке каком-то или как на подушке такой взлетаем и нам легче прорабатывать легче получать получать результат потому что нам помогает именно вот эта мощная волшебная энергия Олега плюс это еще групповая энергия потому что на тренинге Олега меньше 100 человек практически не приходит обычно больше бывает вы сами понимаете или 20 человек пришло или 100 то есть создается еще очень мощная такая групповая энергия может какой круг создается энергетически и поэтому результаты имеют все конечно если человек записался оплатил тренинг и не приходит на занятия потом мне дремление прослушать то результаты не будет естественно нужно как минимум находиться на тренинге я почему говорю потому что такие люди бывают странные приобретают на тренинг не приходят записи не слушают потому что я часто бывает пишу что-то спрашиваю и нет ответа так вот он пишет ага да Полина невероятная энергетика Лантинок очень 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 руны мантры да да вот правильно Наталья космос подсказывает вот и поэтому те у кого и да я еще столкнулась с тем что когда я приглашала я на самом деле в последнее время вообще перестала приглашать тренеров которые специалистов которые работают по отношениям потому что начала получать такие высказывания что зачем мы тут занимаемся духовно мне уже 60 лет у меня уже внуки а вы мне тут каких-то еще мужчин предлагаете вот ну понимаете предложение рождает то есть просто рождает предложение поэтому я стала меньше-меньше приглашать но я была не согласна совершенно с высказывания этих женщин которые мне писали это я сейчас объединила сразу как бы все вместе что я уже говорила в начале перед выступлением Олега что человек должен быть в балансе и в гармонии в балансе и гармонии находится только тогда когда есть вторая половина только тогда он может по-настоящему по-настоящему поднять свою вибрацию до божественных вершин то ради чего мы собственно пришли на землю научиться любить наша главная задача и поднять свою вибрацию до божественных вибраций до божественной энергии вот и поэтому и так же то есть поэтому у кого нет второй половинки приходите у вас у вас в голове просто знаете многие вещи поменяются вы сами потом почувствуете скажите как хорошо что я пришла пришел если тут есть мужчины которые тоже хотели бы решить ну я мужики ненавижу мужчины тоже же люди шутка у меня такая они тоже хотят оказывается я сама не сразу это поняла в своей жизни к сожалению что мужчины тоже люди тоже хотят любви тепла и семейный очаг и крепкий тыл вот и поэтому этот день предназначен не только для тех кто хочет найти свою половину встретить свою любовь обрести радость жизни в своей семье дать семью но и те у кого вот не складывается у кого есть семья есть муж но не складываются отношения что-то ну какие-то проблемы есть то есть это еще поможет знание и плюс техники которые практики которые будут давать Олег на тренинги они помогут вам либо восстановить отношения либо перевести их на новый уровень совершенно другой уровень более высокий и у вас отношения тоже станут такими какими вы бы хотели видеть запись будет где запись будет сейчас я все сброшу где будет запись запись можно получить так в нескольких вариантов те кто зарегистрировался на этой странице сейчас я сброшу вы получите завтра на свою почту на свои имейлы в 11 часов утра это будет письмо называться получите запись выступления Олега Даргора или получите запись выступления ну по разному бывает например начинается получите записи от кого от Галины либо вы можете вступить в группу у нас есть группа в скайпе и вы можете вступить в эту группу в скайпе и там всегда вовремя выкладываются все слухи на вход слухи на записи можете вступить в эту группу ну где-то в районе нет я запись там запись она даже раньше выложит просто письма мы посылаем примерно в 1 часов утра по московскому времени также у нас есть группа на фейсбуке и группа есть в контакте это фейсбук и группа в контакте у кого какие-то возникают вопросы вы можете писать мне на почту обратным письмом которое вы получили для приглашения либо писать мне на скайп вопросы по оплате как правило возникают вот пожалуйста можете писать так сейчас я сразу поставлю страницу с реквизитами для оплаты и расскажу еще да вот она вот пожалуйста здесь реквизиты для оплаты кроме пожалуйста Юнистрим надо убрать с Юнистримом у нас проблемы с получением поэтому прошу на Юнистрим не посылать кто больше никуда не может пишите мне лично на скайп и мы будем сами уже решать вот у нас есть Яндекс карточка Сбербанка WebMoney PayPal MasterUnion MoneyGram Contact Золотая Корона и есть карта Приватбанка сейчас кстати умножено 0,49 нужно очень грязно к сожалению моему большому нашему большому упало вот и плюс 4% это за то что человек когда переводит мне деньги назад на Яндекс Украины наш человек с него берут 4% мы на этом ничего не зарабатываем зарабатывают банковские системы то есть кому нужна карта Приватбанка мне пишите я не имею права давать чужую карту здесь но я вам дам вам лично в скайпе так на почве приходится выписанные счета хорошо спасибо Валентина я проверю почему не приходит странно мне нужно посмотреть в сервисе в офис так а я хочу еще про тренинг рассказать Олег сказал подробно но что-то он как-то мне кажется быстро рассказал тренинг начнется 3 марта и будет проходить это будет 4 дня так я не поняла куда делись дни они же были ой так это будет вчера кое-что исправляли я наверное она нечаянно убрала залишнюю которую мне делала это да значит тренинг будет проходить 4 дня сейчас расскажу дни это 3 марта 7 марта 3 это пятница будет 7 марта вторник 10 марта опять пятница и 14 марта это вторник ну вы понимаете еще до марта ждать долго поэтому цена пока 9 4 цена это тренинга 9 600 но пока мы сделали 4 400 ближе к тренингу цена будет постепенно подниматься конечно вот кто сейчас делает заказ и оплачивает в течение двух недель цена будет 4 400 дальше будет цена подниматься ну как обычно мы это придумали что будет на тренинге на тренинге я сказала будет 4 дня вот программа тренинга первый день называется божественное становление тут еще название дни очень мудро тоже Олег продумал трансформация программ одиночества и такого одиночества возможность обретения своей половины по судьбе затягиваем жизнь и любовь как определить твоя ли судьба живет в своем сердце потому что на самом деле мы привязаны к какому-то мужчине а на самом деле он совсем не наша судьба и именно эта привязка мешает нас встретить именно с того мужчину который нам в судьбе с этим тоже надо разобраться на тренинге разбираться вот на самом деле если вы пойдете лично кому-то решать свою проблему личного характера к специалисту там к магу к гадалке к психологу вам понадобится не знаю тут наверное год полгода может быть ходить все это разбирать все массы денег выхватить тут получается что этот тренинг но этот тренинг будет как такой коллективный коучинг вот и первый день это первый шаг осознания для улучшения отношений второй день превращение в бабочек в бабочек легкий взмок крыла важный шаг для улучшения отношений после свадьбы потому что вы знаете что до свадьбы после свадьбы это могут быть уже разные отношения от латка негатива в характере но это уже значит в итальянской практике отделяем не человека а зло от человека потому что действительно иногда очень часто получается что мы видим негативные черты но не человек но не видим самого человека и почему у этого человека эти черты проявились превращение конфликта в страсть архетипы женщины как мужской мы это кстати очень интересный момент третий день крылья за спиной что нужно делать чтобы улучшить сексуальное здоровье как избежать старых ошибок с новым партнером выкрепление отношений в сложные периоды жизни когда то что Олег рассказывал что сейчас идет допустим вперед праху или кету вперед кету и поэтому нужно просто потерпеть как превратить проблемы личной жизни в свою силу и четвертый день называется полет ангела родовой аллаты алтарь защиты рода то есть работа будет идти через род становление хозяином и хозяйкой своей жизни превращение конфликта в страсть древние славянские заговоры для семьи детей защиты жилища то есть вы уже сами станете специалистами в этом плане обращение к богине ладьи покрытие семейного очага как не обращаться в трудные минуты жизни семейной или когда что-то вообще нужно хотим чего-то получить обережество в семье или как жена детство оберегает муну то есть защита своего семейного очага своего дома то есть смотрите в этом тренинге продумано все полностью очень продумано на самом деле я знаю мы говорили еще когда только познакомились это почти два года назад было в апреле в апреле 15-го года мы с ним познакомились и тогда он уже про этот тренинг говорил что готов но я сказала что моя аудитория не очень любит решать семейные проблемы она хочет просто продвигаться духовной и мы решили пока оставить на потом вот пришло время пришло время действительно пришло время наконец становиться цельными то есть чтобы рядом было с нами или приобрести половину которой нет рядом с нами либо вот сотворить настоящую половину из того что у нас рядом с нами есть о как я тут нагородила да так Яна а что с водой делаете воду Яна пейте просто выпивайте когда будете пить вы просто вспоминаете про что говорил Олег почувствуйте как каждая ваша клеточка вашего тела наполняется пропитывается вот этой энергией энергией энергии вот этих практик то есть открытие своего сердца энергии любви так вот мне не видно что написала Валентина Кочина а вот пить вот а понятно не до конца была докручена Катерина мне пришел счет ну да вот видимо Валентина видимо да наверное нужно выбрать способ оплаты тогда даже если нет подходящих счетов там предложенных оплатах вы тогда поставьте какой-то и вам придет этот счет так если вот среди всех оплат предложенных оплат вам чего-то не хватает напишите мне на скайп будем решать уже в рабочем порядке Катерина вам спасибо за помощь а я так даже не поняла я бы конечно я бы тоже проверила вначале делала бы заказ и посмотрела что происходит так пошли в сердечко потому что мне почему-то последнюю запись не видно так вот я все выбрала и все равно ничего не пришло посмотрите может быть спам пришло тогда вообще сегодня а нет это автолопопис сегодня джаз включат почему-то подарки не все получили кто зарегистрирует лично я почему-то не получила подарок хотя в воскресенье когда я подарок ставила сервис я получила тогда Валентина вам вот напиши напишите мне тогда в скайп вам что именно нужно вам нужно указать какой-то подарок а там две небольших записи на ютубе все кто регистрировался сейчас я его сброшу а вы тоже не получали вы не регистрировали турбе а Елена то есть писала Валентин подарок пришел то есть непонятно с этими сервисами слушайте ничего нет совершенного вот так наверное редкий день чтобы ничего не глючило это просто в виде счастья какой-то регулярно где-то что-то глючит так Ольга Р писать в группе в скайпе уже не прижас ничего не получилось Ольга Р а вы у меня есть я вас могу у меня на самом деле две группы в скайпе в одну группу я еще могу пока добавлять там потому что еще нет 300 человек а в другой группе там уже не знаю там уже много человек 600 наверное туда я даю ссылку чтобы вы зарегистрировались где надо было регистрироваться да Таня завтра будет высына ссылка на запись все я уже запись забыла отключить так я уже запись я уже запись я уже запись